Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Меня зовут Александр Хайрули на программу «Лучшее в стране». Я очень рада представить вам нашего гостя. Друзья, сегодня у нас в гостях президент Союза филокартистов России, член правления Союза коллекционеров России, председатель правления Ассоциации Российский форум коллекционеров, кандидат исторических наук, профессор Московского гуманитарного университета Арсен Милотонян. Арсен Аркадьевич, добрый день! Добрый день! Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Огромное количество тем и это счастье можно обсуждать с вами, но если позволите, мы с вами акцент сегодня поставим все-таки на филокартии. Именно. Замечательно! Скажу сразу всем, друзья, кто нас по какой-то, возможно, уважительной причине слушает, а не смотрит, включайте сейчас телевизоры или приложения, обязательно подключайтесь, потому что Арсен Аркадьевич принес нам уникальные вещи, небольшие коллекции, каталоги, альбомы, и это, конечно, нужно обязательно увидеть хотя бы в нашей программе, если в другое время нет на это свободного времени. Арсен Аркадьевич, я для себя с удивлением обнаружила, что, оказывается, союз филокартистов три года существует в России. До этого филокартисты были объединены с филотонистами. И тут я подумала, нужно пояснить, что филокартисты — это те, кто коллекционирует открытки. Ну, безусловно, спасибо. Конечно, мне, как президенту союза филокартистов, особенно приятно, что сегодня мы будем говорить о моем увлечении, которое уже стало естественной профессией, поскольку филокартией я занимаюсь уже более 50 лет. Но, безусловно, вы правы, сам союз филокартистов, как общероссийская общественная организация, существует три года, а филокартия в нашей стране появилась тогда же, когда появились первые иллюстрированные почтовые карточки — это конец XIX века, 1895 год. Чтобы быть точным, это, собственно говоря, и начало филокартии. Филокартия всегда была в русле филотелии, коллекционирования марок, все, что связано с почтой, все связано с историей почты, безусловно. Филотелия объединяет очень много направлений, в том числе объединяла и филокартию. Но поскольку филокартия стала уже неотъемлемой частью историко-культурного наследия и как самостоятельное направление, то вот три с лишним года назад было принято решение нашими коллегами о необходимости создания такого союза. Долго шли к этому. Долго шли к этому. Это не значит, что филокартия стояла на месте, но просто, так сказать, уже ее значение стало настолько велико, что мы приняли решение о создании отдельного творческого союза, именно союза филокартистов России. Ну и надо сказать точно, что не просто три года существует этот союз, есть ему чем похвастаться. То есть 100% уже есть какие-то выставки, какие-то, не знаю, законы, какие-то новые, не знаю, какие-то внедрения произошли. В общем, есть чем похвастаться, хвастайтесь. Ну вы знаете, конечно, хвастаться надо прежде всего тем, что снова коллекционирование открыток вошло в моду. Безусловно, начало 20 века открытка, это был такой своеобразный интернет начала 20 века, все, что происходило в стране, сразу находило отражение на почтовой карточке. И академик Лихачев называл открытки визитными карточками времени, он называл их свидетелями эпохи. Это действительно так, и можем потом отдельно поговорить. Ну, безусловно, все развивается, появилось радио, появилось телевидение, появился интернет, и все точно так же говорили, как в свое время о театре, когда появилось видео, не будут ходить в театр, не будут ходить в кино, не будут, все возвращается. И сегодня открытка возвращается и как почтовое средство коммуникации, и как рекламная открытка, и как открытка поздравительная, безусловно. Нам всем по-прежнему приятно открывать почтовый ящик и видеть там открытку, но не все же получать какие-то квитанции или какую-то рекламу. Ну, приятно получить и открытку, да? И то, что называется посткроссинг, это обмен почтовыми карточками. Сегодня это направление среди молодежи очень становится снова популярно. Благодаря интернету можно уже отслеживать, как открытка путешествует из Владивостока в Москву или из Москвы в Дели. Это тоже, так сказать, дань уже современным технологиям. То есть открытка продолжает жить. Это самое радостное и самое приятное. Ну, и, конечно, то, что мы проводим выставки, то, что печатаются книги, то, что интерес к открытке как к источнику по истории и культуре растет. И действительно, сегодня практически нет такой темы, которую мы не могли бы проиллюстрировать почтовой карточкой. Что еще очень важно, что, конечно, открытка очень хороший материал для детей. Дети смотрят открытки, перебирают их. Это дает им возможность получать определенные знания, определенный навык. Это тоже очень хороший материал. Ну, и, конечно, открытка есть в каждой семье. То есть это просто начать формировать коллекцию. Не нужно для этого каких-то особых возможностей. У всех у нас что-то осталось от бабушек, что-то осталось от прабабушек, прадедушек. И, конечно, практически в любой семье есть какие-то почтовые карточки иллюстрированные. Можно начать собирать свою коллекцию. Да, но здесь, я думаю, многие подумают, что моя коллекция, ну, когда она будет иметь хоть какой-то интерес? Это если только, Бог даст, там мои внуки и внучки там кому-то смогут это показывать. Ну, а детям даже, наверное, это будет не очень интересно. Вы знаете, ну, не совсем так. Потому что, ну, во-первых, коллекция цена тем, что она имеет отношение к конкретной семье, к конкретному месту. Открытка — это не только иллюстрация, но это и письмо, это и определенные сообщения. Поэтому, конечно, интересно знать, что писали люди друг другу 50, 100 лет назад или совсем недавно. Это тоже может быть интересно. Ну, а то, что касается молодого, подрастающего поколения, вот у нас уже есть два примера детских музеев открытки. Один уже существует 15 лет в Санкт-Петербурге, а второй вот недавно открылся сначала в Москве в 16-м году, потом показывался в Кирове, и сейчас он уже в постоянном режиме экспонирования в Тюмени. Для детей это очень интересно. Там именно детские открытки. Открытки детские для детей, темы, связанные с детьми, тема сказки, тема русского костюма, тема русской истории. А музей детской открытки в Санкт-Петербурге — это вообще удивительное культурное учреждение. Там дети сами формируют эти коллекции. То есть кто-то приносит, дарит открытки, дети разбирают, формируют свои собственные коллекции. Ну и представляете себе, там ученик пятого класса коллекционирует открытки с машинами, а девочка из шестого класса коллекционирует открытки с цветами, или балет, или театр, или мобильные телефоны на открытках, или актеры, или виды городов, как, собственно говоря, начинал я коллекционировать виды городов на открытках. Поэтому увлечение детей, их стоит только зажечь. И пример этого вот недавно, ну уже недавно, мы в преддверии праздника Дня космонавтики, вот в прошлом году мы выступали когда в Московском планетарии, и вдруг мы детям раздали открытки с портретами космонавтов, с чем-то, что связано с космосом, глаза сразу загорелись. Понимаете, они получили в руки что-то, что можно потрогать, можно поменяться, можно посмотреть, а что уже у соседа, а почему мне такое не дали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть главное — это что-то дать зажечь, главное — увлечь. А дальше все уже достаточно просто, ведь коллекционирование фактически — это познание мира. Любое коллекционирование, открытка в том числе, это познание мира, это возможность за что-то, к чему-то, так сказать, на что-то обратив внимание, к чему-то отнеся свой интерес, дальше развивать этот интерес. И мы знаем, что примеры коллекционеров, которые начинали буквально с каких-то совсем простых вещей, а далее все серьезнее, серьезнее, и сегодня фактически без коллекционеров, без частных коллекционеров не происходит в том числе и очень крупных государственных проектов. То есть одно за другое цепляется. Мне очень понравилось ваше высказывание где-то в интервью о том, что да каждый человек является коллекционером. Просто далеко не каждый знает и понимает это. То есть оказывается, каждый из нас что-то дома там складывает. Ну, как минимум, не знаю, 5-6 чего-то одного вида какого-то, да, собирается. Значит ли это, что нужно, можно подумать, хорошенечко посмотреть, чего больше у тебя на полках, скажем так, попробовать создать коллекцию собственную? Коллекция — это не только подбор однородных материалов, да, но это и попытка что-то об этом узнать, или то, что рождает определенные эмоции. Коллекция магнитиков, которые на холодильнике, это тоже коллекция, потому что эти магнитики вызывают воспоминания о тех местах, откуда это все привезено. Если это, скажем, какие-то чашечки или какая-то посуда, оно тоже связано с чем-то, с какими-то воспоминаниями, если эта посуда была куплена по случаю или досталась по наследству. То есть здесь очень важно, опять-таки, не просто собрать и положить в ряд что-то, да, а что-то как-то связать это все, понимаете? То есть чтобы возник некий интерес. Вот это, наверное, главное в коллекционировании. Вообще коллекционирование по статистике сегодня занимает третье место среди увлечений, досуговых увлечений. Первое место – это кулинария. Так. Да, вкусно покушать, да, второе место – содержание домашних животных. И третье место – это коллекционирование. То есть, ну, практически, вот представьте себе, какое количество людей так или иначе связано с тем, что мы систематизируем те или иные предметы или знания, да, или артефакты, которые у нас с вами есть. Это программа «Лучшие в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, у нас сегодня в гостях президент Союза филокартистов России, член правления Союза коллекционеров России, председатель правления Ассоциации «Российский форум коллекционеров», кандидат исторических наук, профессор Московского гуманитарного университета Арсен Милатонян. Арсен Аркадьевич, продолжаем наш разговор. Следующий год юбилейный, 150 лет почтовой открытки или корреспондентской карточки. Но это, что касается юбилея, так скажем, мирового масштаба, да? У нас-то все-таки значительно позже появилась эта история. 150 лет назад – это дата выхода в свет в Австрии и Венгрии 1 октября 1869 года. Карточки для корреспонденции. Фактически, это день рождения почтовой карточки. В России она появилась в 1872 году, то есть на три года позже. Но отличие от того, чем занимается филокартия, заключается в том, что изначально это был небольшой кусочек картона, на одной стороне которого полагалось писать исключительно только сообщение, а на второй адрес. То есть какой-то рисунок, какая-то иллюстрация не предполагались. Но сразу заметили издатели, что какие-то рисунки появляются. Естественно, что те, кто отправлял открытки, что-то рисовали. И пришла идея иллюстрировать почтовые карточки. И в Европе они появились раньше, иллюстрированные почтовые карточки. В России позднее. Это было связано с тем, что марка, как знак почтовой оплаты, впечатывалась в поле открытки, и фактически открытка становилась государственной ценной бумагой. То есть ее печатало государство. И вот до 1894 года в России открытки, открытые письма. Почему, собственно, открытка от открытого письма печатала экспедиция закатывания государственных бумаг. А в 1894 году было издано постановление, по которому марка уходила с поля открытки и разрешалась частным издателям начать издавать открытые письма. Тогда открытое письмо. А почтовая карточка, уже это наименование появилось позже, в 1908 году. Появилась почтовая карточка. И вот это, конечно, бум был. Это был бум изданий открыток. То есть издавали практически все. От крупнейших издательств, крупнейших, общемирового уровня, до галантерейных магазинов, до фотоателье. То есть это миллионы, миллионы, миллионы. Миллионы открыток и миллиарды открыток самих как таковых, а миллионы сюжетов. И поэтому, когда мы говорим с филокартистами, филокартистами у маститых филокартистов, которые собирают по 50 лет и больше, и они, говорят, никогда не видел. То есть известные открытки каких-то издательств, они каталогизированы, хотя каталогов достаточно мало, но тем не менее они есть. А вот малые тиражи, какие-то открытки, которые издавались в уездных городах, скажем, или уже в советское время областными какими-то типографиями, издательствами, малыми тиражами, мы их могли никогда не увидеть, и они появляются, появляются и появляются. Поэтому коллекционирование и интересное. Это постоянная попытка узнать, что новый, увидеть новый предмет. В этом тоже, конечно, есть свой такой, так сказать, интерес, драйв коллекционера. Значит, у любого филокартиста есть шанс стать обладателем уникальной картички, которой еще нет ни у кого-то, где-то спрятано, закопано глубоко-глубоко. Ну, вообще коллекция, это не всегда индивидуально, потому что нету одинаковых коллекционеров. Даже если коллекционер один и другой будет коллекционировать одну и ту же тему, но сами предметы, я не говорю только открытки, любые предметы, они будут чем-то отличаться. Если это знаки, то у них будут разные номерные порядки. Если это будет открытка, они могут отличаться по типографским каким-то деталям. Коллекция всегда уникальна. То есть человек, который обладает той или иной коллекцией, он индивидуален. Он может сказать, что моя коллекция единственная в мире. Это не будет... Уникально. Это будет правда. Это будет уникально. Арсен Аркадьевич, ну, не 150 лет, но 50 лет вы лично занимаетесь как раз филокартией. Огромное количество открыток. Благодаря дедушке, который вам подарил, это были в основном столицы мира. Благодаря дедушке и пятерка по географии, и так далее. Многие об этом знают, да. И я так понимаю, что потом вы все-таки увлеклись открытками, касающимися Москвы. Ну, безусловно, это была Москва. Я, как и дед, стал архитектором. Живя в Москве, естественно, я увлекся историей родного города. И еще в 80-х годах уже начались исследования с помощью открытки, потому что, когда ты видишь и держишь в руках уникальные свидетельства истории, на которых запечатлены здания, которые уже к тому времени частично отсутствовали, что-то было снесено, что-то было перестроено. А у тебя в руках артефакты, у тебя в руках уникальные свидетельства времени. Естественно, мне захотелось рассказывать об этом. И еще в середине 80-х годов я начал вести рубрику в журнале архитектуры и строительства Москвы «Москва на старых открытках». Ну, и таким образом открытка вошла не только как предмет коллекционирования, но и предмет изучения. И вот, собственно, изучением открытки я и занимаюсь уже тоже все эти годы. Там же масса всего интересного. Тоже из вашего интервью узнала, что даже есть такие открытки, которые как бы предсказывают будущее, которые, то есть, нереалистично описывали картину на тот момент, да? Просто красивый там Кремль, что-то еще, какие-то улицы. А некоторые фантазировали достаточно смело художники. Да, это знаменитая серия «Москва в будущем» 1914 года. Товарищество «Эйнэм», шоколадной фабрики «Эйнэм» выпустило эти открытки. Какой и видилась Москва через 300 лет. Ну, что-то совпадает. Подвесные железные дороги, суета на улицах, огромное количество машин. Какие-то трамваи, троллейбусы, по-моему, даже были забыли. Да, 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 да. Многое совпадает, конечно. Есть, как минимум, два каталога, составленных вами, в которых вы принимали участие. «Привет из Москвы» один, и «Кремль, Красная площадь». Вот здесь у меня «Привет из Москвы» как раз ваш каталог. Я вижу, что это уникальное, конечно, издание. Я подозреваю, что, наверное, на сегодняшний день где-то его отыскать это невозможно, да? Или все-таки есть? Оно было выпущено еще в начале 2000-х годов. Возможно его отыскать, в том числе в интернете. Это первая такая попытка систематизировать открытки так называемые сувенирные. Как раз вот те самые первые открытки, которые издавались в 1895 году и далее до 1917 года. То, что связано с сувенирными открытками, с видами города. Это могли быть сочетания различных видов, это могли быть приветы, ну и так далее. Очень красочные открытки. Очень красивые, да. Все, что связано с началом 20-го века, которое в филокартии называется «Золотым веком открытки». И что еще раз говорю, что очень важно, что открытка — это, конечно, не только изображение, но это и носитель информации. То есть надписи на открытках тоже достаточно важные. Да, кстати, да. От руки написано очень трогательно, с разным содержанием. Такой каталог-то держать в руках очень волнительно. Я даже не могу представить себе ощущение, когда в руках находится непосредственно эта открытка. Это, наверное, из наших знакомых только вам очень хорошо. Ну, как и любому коллекционеру, предмет его коллекционирования, конечно, трепетное отношение, безусловно. А где на сегодняшний день можно посмотреть эти открытки, если вдруг кто-то захотел, почувствовал такое желание? Ну, безусловно, это выставки, которые проводятся. Просто нужно следить, да, за работой Союза? Да, нужно следить. Есть сайт Союза филокартистов, Союза филокартистов РФ или russianpostcarunion.ru. Можно смотреть в социальных сетях, это и ВКонтакте, и в Инстаграме, и на Фейсбуке, следить за выставками. Ну и вы знаете, довольно большое количество выставок уже обращаются к нам. Вот буквально сейчас будет на следующей неделе презентация выставки, посвященной Петру Ильичу Чайковскому в центре Чайковского в Москве на Кудринской площади. Вот попросили открытки, связанные с Чайковским. В прошлом году мы делали несколько проектов очень крупных. Они были связаны с русской Арктикой. В Заряде была выставка «Русская Арктика» и «Арктическая почта». Соответственно, мы совместно с Союзом филотелистов, с нашими партнерами, коллегами, друзьями сделали несколько стендов, связанных с историей арктических исследований в марках, открытках и так далее. Арсен Анатольевич, прошу прощения, нам нужно сделать небольшой перерыв. Друзья, оставайтесь с нами. Три минутки и продолжим. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается, друзья. Напомню, на сегодня в гостях Арсен Милутонян, президент Союза филокартистов России, член правления Союза коллекционеров России, председатель правления Ассоциации «Российский форум коллекционеров». Совсем недавно, 1 апреля, завершился очень масштабный проект. Все состоялось в Центральном доме художника. Это форум коллекции России. Они первый раз, уже в третий раз все случается. Арсен Аркадьевич, непосредственное участие принимает и в организационных моментах. Я, конечно, хочу попросить вас вот из первых уст, наверное, рассказать, что это такое, для чего и как все прошло. Ну, это уникальный проект, который поддержал руководство Центрального дома художника. Мы долго обсуждали. И действительно хочется показать вот эту фантастическую сторону человеческой деятельности, связанную с индивидуальным вкладом в сохранение столько культурного наследия. Коллекционирование очень долго, коллекционирование очень долго было такое немножко скептическое отношение в прежние годы. Но если подумать, то действительно наши крупнейшие музеи, наши крупнейшие галереи, научная деятельность без коллекционирования невозможны. Мы тут же вспоминаем имена выдающихся коллекционеров, и не только Третьякова, а многих-многих десятков и сотен других. И за рубежом также? Безусловно. Затем был долгий период, когда исключительно только государство формировало те или иные коллекции, показывало, и вдруг в новых условиях появляются снова частные коллекционеры. И какое-то время к этому отношение было разное. Что вот частный капитал, вкладывается и так далее. А если подумать, то это неотъемлемая часть в целом процесса сохранения историко-культурного наследия. Потому что человек увлеченный, человек мотивированный, человеку, которому нравятся определенного рода предметы, и не только сами предметы, но и возможность вернуть их людям, вернуть их в общественное пространство, этим людям нужно ставить памятник. Потому что это не только поиск, это не только изучение, но это и вкладывание средств, реставрацию, возвращение, это экспонирование, и так далее, и так далее, и так далее. Колоссальное количество времени. И безусловно, эта общественная польза очень большая. И мне кажется, что когда будут разрабатываться программы, связанные с развитием культуры в будущем, то безусловно, параллельно с развитием деятельности, скажем, по самодеятельному творчеству, профессиональные театры, профессиональные кинематографы, и так далее, и так далее, отдельная строка все-таки должна уделяться коллекционированию и поддержке тех людей, которые вкладывают время, средства, внимание, ресурсы в то, чтобы сохранять, приумножать и возвращать обществу историко-культурное наследие. А с коллекционерами уже рядом и те, кто занимается изучением истории, это и краеведы, это и реставраторы, и тогда, и музейные работники. Сегодня очень, ну, практически все выставки, которые проходят, обязательно уже участвуют частные коллекционеры. И нам хотелось показать этот процесс, нам хотелось рассказать о том, что коллекционерами могут быть и крупнейшие предприниматели, бизнесмены, и могут быть обычные школьники, могут быть обычные люди, и показать весь спектр коллекционирований, и как важно поддерживать это и на профессиональном, с профессиональной точки зрения, и как досуг населения, да, потому что, безусловно, это возвращается к тому, о чем мы уже говорили, это и семейные традиции, это и сохранение истории страны, изучение истории страны, и так далее, и так далее, и научная деятельность, потому что сегодня многие направления коллекционирования стали уже даже не дополнительными, а чуть ли не основными источниками, дающими новые знания в тех или иных аспектах исторических. И примеров можно приводить очень много, с удовольствием поговорю еще, но времени мало. И вот когда мы начали говорить об этом, подумали, а почему же, собственно говоря, не сделать вот такой форум, поддержал ЦДХ, есть великолепное пространство, есть три этажа, наполненных активной эмоциональной творческой жизнью, и поэтому показали и старую бумагу, то есть все, что связано с моим направлением в большей степени, это и открытка, и марка, и фотографии, и показали самые разнообразные коллекции. Около 30 коллекций было показано, самые разнообразные, как я уже сказал, это были и плакаты, это был и костюм, это были и часы, это была и игрушка, это были и машины, это была история подводной лодки К-19, это уникальная коллекция, которую собрал как раз президент союза коллекционеров Россия Александрович Никишин, он занимается как раз историей подводной лодки К-19, и помимо этого другими темами, очень многими темами. И людям было интересно, людям было интересно посмотреть вот на это разнообразие и тут же поговорить с коллекционерами, возможно, и зарядиться их энтузиазмом, их знаниями и что-то для себя такое открыть, потому что многие люди раскрываются благодаря коллекциям, они начинают чувствовать себя по отношению к окружающим по-другому, уходит скованность, уходит какие-то вещи, которые иногда мешают нам адаптироваться к окружающей среде, а вот наличие собственной коллекции, собственного увлечения, да еще знание глубокое об этом, конечно, помогает людям во многом самореализоваться, самоактуализироваться, войти в плоть культуры и привнести какие-то элементы в ее развитие. Коллекционеры, которые предоставили свои коллекции на этом форуме, это прежде всего профессиональные коллекционеры, которые только этим и занимаются, или это основная масса людей, у которых профессии другие совершенно, и коллекция является хобби? Как раз большинство людей, большинство людей, это именно те люди, для которых это хобби, для которых это увлечение, это отдых, это, возможно, какие-то ассоциативные ряды, их личные, и, безусловно, большинство, 90% это те люди, которые собирают это как хобби, как дополнительный какой-то свой, реализуя свой дополнительный какой-то интерес. Арсений Александрович, ну, вы как человек, очень много знающий про коллекции, про коллекционирование, может быть, вы знаете то, чего еще люди не собирают и не могут догадаться? А вы можете сейчас подсказать кому-то, кто хочет собирать что-то уникальное? Ну, вы знаете, никто никогда не считал точно, но одних направлений коллекционирования несколько десятков. То, что собирают все, собирают и открытки, и марки, и спичечные этикетки. Вот замечательный пример, вот такой набор, который выпустил Музей спички к 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов только в прошлом году. Собирают пуговицы от мундиров, собирают ткани, собирают машины. Вот такие необычные коллекции, о которых я уже говорил, да, та же подводная ЛКК-19 или все, что связано с историей, скажем, 1812 года. Собирают обувь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, что-то такое уникальное, ну, наверное, можно что-то, так сказать, подумать, и какие-то совсем уникальные направления представить, но вообще собирают и этикетки от мыла, и свечи, и замки, и ключи, и так далее, и так далее, и так далее. И когда видишь огромную коллекцию, например, замков, понимаешь, а какое же мастерство, какая выдумка, потому что что такое замок? Это и металлическое производство, это нужно придумать уникальный запирающий механизм, уникальный ключ, это гигантские амбарные замки или крохотные замочки для дамских сумочек, и так далее, и так далее, и так далее. Когда начинаешь об этом думать, тут вот возникает целый мир, и так с любым предметом, так с любым предметом, ну, я думаю, что наши слушатели и зрители могут дать волю своей фантазии. Да, наш российский народ. И сегодня, и сегодня, благодаря интернету, я думаю, что легко найти единомышленников. Да, которые, кстати, с удовольствием за небольшие деньги наверняка готовы будут... Ну, либо присоединяться к вам, и вы сформируете некое небольшое комьюнити, небольшое сообщество людей, которые будут увлечены именно тем же направлением, что вы собирают ручки. Я вот сейчас начинаю вспоминать, перебирать в голове, что шариковые ручки, это фантастика, там, 500, 600, 1000, 2000 шариковых ручек, и они все разные, а это же все работа дизайнера. Это же не только сама ручка, это дизайн, это химическое производство и так далее. То есть любое коллекционирование, та же открытка, ее нужно... Это бумага, это краска, это типографское оборудование. Уже произведенную открытку нужно хранить, то есть нужны быть определенные альбомы для хранения и так далее, и так далее, и так далее. То есть это еще раз я возвращаюсь к тому, о чем я говорю, что коллекционирование, это уже такое серьезное такое заявление, да, что это серьезная часть экономики культуры. Это может стать основой для формирования, и сейчас это происходит, очень большого количества частных музеев, которые привлекут в том числе в небольшие города, в небольшие поселения, куда-то еще привлекут достаточно большое количество туристов. Ну, Волга, да, город Мышкин, музей мыши, или что-то еще. То есть это очень могут быть разнообразные вещи, которые могут быть интересны и с точки зрения туристической деятельности, и с точки зрения задействования в производственном процессе, и производства правильной родовой продукции. Когда выпускались значки, это же производство металла. Сколько художников работало, работали художественные комбинаты, и так далее, и так далее. Конечно, сколько утверждали еще тоже целые бригады. Конечно, о ткани, о обувь, да, и далее по списку. Это программа «Лучшие в стране». Друзья, у нас сегодня в гостях Арсен Милитонян. Простите, пожалуйста, Арсен Аркадьевич. Президент Союза филокартистов России, член правления Союза коллекционеров России, председатель правления Ассоциации «Российский форум коллекционеров», кандидат исторических наук, профессор Московского гуманитарного университета. Ну и также, помимо всего прочего, архитектор, художник, поэт. Что, Арсен Аркадьевич, еще не перечислили? Наверняка что-то есть еще в вашей деятельности. Ну, вы знаете, наверное, все это можно объединить одним термином – культурология. Это попытка, потому что, конечно, знаний в любом случае, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь, да. Поэтому это попытка выявления взаимосвязей, взаимодействия тех или иных направлений, связанных с культурой. Меня это больше всего, конечно, интересует. А уже проявления – это и коллекционирование, это и архитектура, это и рисунок, живопись, это и литература в целом. То есть проявлений может быть много, но в целом меня интересуют закономерности, конечно, в сфере культуры. Именно поэтому я так глубоко, собственно, и изучаю коллекционирование не как просто собирание чего-то, а пытаюсь выяснить, каким образом это может повлиять на развитие культуры в целом. Как уже профессор, как педагог, как человек, который занимается культурологией в целом. Ну, однако, коллекционирование, но время все равно вы находите и для сочинения стихов. Или это происходит вне, как бы сказать, вашего такого желания. Это происходит просто потому, что вы не можете не писать. Посещают музы, и вы пишете строчки. Вы знаете, бывает по-разному. Бывает по-разному. Иногда это помогает отвлекаться от каких-то внешних факторов. Иногда это просто бывает поездка в метро. Иногда это возникшая некая эмоция в момент посещения выставки. И я считаю, что любое творчество, прежде всего, вот та искра, то вдохновение, тот внутренний порыв, который возникает, а затем он уже просто облекается в ту или иную форму. Он, да, так сказать, композитором, поэтом, художником. Главное, чтобы эта идея возникла. Вот это, наверное, самое печальное, когда такого долго не происходит. Такое тоже бывает, когда устаешь и что-то вот думаешь, что что-то вдохновения нет. Нет. Но все равно потом приходит. Знакомо всем, я думаю, это чувство. Совсем знакомо, конечно. А посвященное коллекционерам есть у вас стихотворение? Коллекционерам? Ну, наверное, нет. Нет. Как же так? Ну, я думаю, что должно появиться. Хотя, по сути дела, любая книга, поэтическая книга, это коллекция, любая выставка картин, это коллекция. Так что, ну, наверное, появится. Ну, вот теперь буду над этим тоже думать. Я хочу очень попросить вас прочитать, если есть такая возможность, что-то из вашего сочинения, конечно. Ну, вот буквально совсем недавнее, связанное со светлым праздником Пасхи. Пасхальная неделя как раз. Да, это что? Да. Ну, сочинено было на Великую Субботу, поэтому это еще было преддверие Светлого Христова в воскресенье. Вот такое стихотворение. Он говорил, я принес вам любовь. Глумились над ним. Умри на кресте. Боже, ему колыбель приготовь младенцу наивному в простоте. Почил, спеленут, положен во гроб. Агнец бессилен. Всего сущего выше. Могущественнее всех адовых катакомб. Воскресший он всех, кто уверовал, слышит. Вот такое пасхальное послание. Спасибо вам большое, Арсен Аркадьевич. А где можно почитать еще ваши работы? Почитать именно. Ну, есть кое-что на стихах РУ. Но, опять-таки, нужно найти время для того, чтобы выложить. Вчера попросили прислать одно стихотворение. Думаю, ну, не записано. Где-то, значит, наверняка на стихах РУ захожу на стихи РУ. Нахожу стихотворение. Думаю, нет, надо поправить. Захожу, значит, и начинается снова творческий процесс. Процесс, как и коллекционирование, это процесс бесконечный. Стихи. Вышли несколько книг. Я надеюсь, что в следующем году выйдет новая. Давно уже не выходила. Ну, и стихи РУ кое-что есть. Да, ну, если художественные, то тоже планирую выставку. Арсен Кач, когда? Следующий год. Тоже следующий год. Следующий год. А кое-что можно посмотреть на странице Фейсбука. Арсен Милетанян найти просто. Ну, не все просто. Мы теперь можем благодаря интернету очень быстро находить те или иные вещи, которые нас интересуют. Очень много проектов, которые вам удалось осуществить не только в нашей стране, но и за пределами различных стран. Это США, Япония, Португалия, Франция, Нидерланды, Черногория. Наверное, хочу попросить вас рассказать, может быть, какое-то наиболее значимое для вас мероприятие. Вы знаете, каждое мероприятие значимое. О каждом можно говорить очень много, долгое. Вот два, наверное, о двух направлениях скажу. Хотя хочется сказать о гораздо большем количестве. Был очень проект интересный в конце 90-х годов, связанный как раз с кросс-культурной коммуникацией. Это проект, в котором участвовали певицы и музыканты из многих стран мира, которые вместе представляли сначала на сцене свои страны, а затем вместе участвовали в неком таком общем музыкальном действии, подпевая друг друга и таким образом формируя единое творческое пространство. Два проекта было очень крупных, которые были связаны с детским творчеством. С одной стороны, а с другой стороны с международными и всемирными универсальными выставками. Вообще-то самое крупное выставочное мероприятие мировое. Такое же, как Олимпиада, такое же, как по уровню и по значению, когда определяются те или иные тренды развития цивилизации в будущем через выставочные проекты. Вот мы делали с моими коллегами два проекта, связанные с детским творчеством. Один раз в Португалии, это был проект «Сказки океана», второй раз в Японии, это был проект «Мудрость природы. Детский взгляд». Вот это очень интересная тема. И сейчас проект литературный, в начале июня вновь в Черногории пройдет уже десятый международный литературно-художественный фестиваль «Русские мифы». Мы говорим о современной литературе, мы говорим о влиянии русского языка, мы говорим о Балканах и влиянии балканской литературы, балканской культуры на мировую культуру. То есть самые разные мероприятия, которые удается делать, и выставочные проекты, и художественные проекты, и вот такие социально-гуманитарные проекты. Мне это в наибольшей степени интересно. Врослый человек мира, Арсен Акадьевич. Мы продолжим очень скоро, обязательно оставайтесь с нами. Программа продолжается. Друзья, у нас сегодня Арсен Милитонян в гостях. Мы поговорили и про коллекционирование, и про филокартистов. Конечно, очень мало времени, есть еще несколько вопросов, но затронем, наверное, пожалуй, такую глобальную тему. Это о культуре российской, о ее влиянии за рубежом, наверное, ее восприятие. Арсен Аркадьевич, вот... Вы знаете, одна из интереснейших тем. Тема, связанная с тем, каким образом влияет русская культура на развитие цивилизационное, на общее мировое развитие. Ну вот считается, что Чайковский один из самых исполняемых композиторов в мире. Мы его, безусловно, любим, мы его почитаем, но точно так же его почитают во всем мире. И это, безусловно, влияние культуры на общее мировое развитие. И мы можем назвать выдающихся музыкантов, мы можем назвать выдающихся художников, мы можем назвать выдающихся философов, которые говорят о развитии тех или иных направлений, да. Во всем мире известен Вернацкий, известен Блавацкий и так далее, и так далее, и так далее. Это одна сторона. Вторая сторона связана с таким явлением, как русская эмиграция. Ведь было несколько волн русской эмиграции, и многие наши соотечественники сначала уезжали, это было еще и в 19 веке, и в начале 20 века, это были поездки во Францию и так далее, формировалась русская культура, русского зарубежья. Но волны эмиграции, которые начались с 1917 года, фактически выплеснули за пределы нашей страны миллионы людей, и среди них были десятки и сотни тысяч художников, философов, деятели культуры, военных, людей, получивших блестящее образование за рубежом. И они сформировали вот эти очаги русской культуры за рубежом. Это была и Франция, это был и Белград, и Сербия, это был и Берлин одно время, да, так сказать, в 20-е годы. Это русские, живущие сегодня в Соединенных Штатах, по всему миру. И, конечно, они унесли с собой Россию, безусловно, они унесли с собой очень большую часть русской культуры, которую, конечно, нам сейчас очень сложно восстанавливать. Мы должны впитать это в себе, мы должны в полной мере вернуть. И в этой связи, мне кажется, что очень важно говорить о тех людях, которые возвращают нам, прежде всего, культуру русского зарубежья, эту русскую культуру, которая тем или иным образом оказалась в эмиграции и после революции 1917 года, и после Второй мировой войны. И вот одна из книг, которую я написал недавно, предисловие, книга Елены Романовой, член-корреспондента Российской Академии Художеств, о четырех великолепных художниках, Аненкове, Бушене, Серебрякове и Терешковиче, так сказать, людях, живших и творивших во Франции, сделавших очень много для культуры Франции и культуры России, потому что они представляли Россию и мечтали вернуться. И все это оказалось возможным благодаря коллекции выдающегося словиста, филолога, доктора наук Рене Гера, который всю свою жизнь коллекционировал, собирал, он был знаком со многими эмигрантами, он был секретарем у Зайцева, у него очень большое собрание подлинных материалов, связанных с Буниным, со многими деятелями русской эмиграции. И он возвращает это сегодня в Россию, он дает нам возможность ознакомиться с этой культурой. И вот это второе направление, о котором мы должны говорить. Третье направление, безусловно, связано с духовной культурой России, с культурой православия и с удивительным богатством русских икон. И как раз в данном случае тоже очень важно, вот я только две коллекции назову, это коллекция Ренжина Александра Васильевича, коллекция Дом русской иконы Абрамова. Это два частных коллекционера, которые собрали уникальные образцы русской иконописи. И там есть образцы и XVI, и XVII, и XVIII, и XIX веков, которые действительно должны во всем мире быть показаны. Потому что то, что показывается сегодня в наших выдающихся музеях государственных, да, это часть. А огромная часть еще, может быть, и в коллекциях, огромная часть еще и не найдена. Огромная часть, и в этом роль коллекционера это нахождение и предъявление. Я советую, вот сейчас, в этом году еще одна трагическая дата, это столетие гибели императорской семьи. И буквально вот сегодня открывается выставка, посвященная семье императоров Музея русского искусства. Это уникальное собрание, которое связано прежде всего с нашим осознанием этого события. Можно по-разному к этому относиться, но игнорировать это событие ни в коем случае нельзя. Попытаться осознать, принять, воспринять и сделать выводы из этого события, безусловно, нужно. Поэтому приглашаю в Токмаков переулок, дом 21, выставка, посвященная семье императора. И вот эти вещи, влияние русской культуры на мировую культуру, это, безусловно, один из тех факторов, которые нужно учитывать всем людям, когда мы говорим о международных отношениях. Арсен Иркаевич, я вас благодарю за нашу потрясающую беседу, за то, что вы к нам пришли, и прежде всего за то, что вы делаете, за ваши глобальные цели, за то, что достигаете, все получается. И я хочу вам искренне пожелать удачи, и будем ждать обязательно вас вновь к нам в гости. Пообещайте, пожалуйста. Обещаю. Несколько кланяюсь, благодарю. Благодарю вас, друзья. Арсен Милтанян, оставайтесь со стороны ФМ.